Лед пошел и этого момента жители Заринска боялись больше всего. Да, строители работают на мосту очень медленно. И сдать к сентябрю, как планировалось, успеют вряд ли. Но медлительность мостостроителей могла привести к более страшным последствиям – подтоплениям домов. Об этом говорили на встрече с мэром. Начали строить мост, сделали строительную насыпь, техническую насыпь, или как она правильно называется. И строительная организация обещала убрать эту насыпь до паводка. Затем была информация, что начнется паводок, начнется ледоход, ее уберут, так или иначе. Потом, со слов строителей тех же самых, что у них даже в принципе нет такой техники, чтобы убирать. На встрече глава администрации Виктора Сгалдян рассказывал горожанам, что нужная техника появилась на площадке. И она бы вышла расчищать проход, если бы образовался затор. Но проблема решилась сама. Чумыш поднялся выше уровня насыпи, поэтому лед прошел без последствий. Мы как раз оказались еще одними зрителями ледохода. И работы подрядчика, который с декабря не может набрать предусмотренный договором темп. Ну, оценивая ситуацию, что на объекте работы на данный момент не прекращаются, мы следим за этим. То есть надеемся, что подрядчик сможет исправить ситуацию, вернуться в график и для того, чтобы 30 сентября, может заработать. Подрядчик ООО «Союздорстрой» обещал, что 9 апреля смонтируют пролетные балки. Но они просто лежат на стройплощадке. От срока строители отстают примерно на месяц. Администрация выставила претензию о разрыве контракта в одностороннем порядке. Если в течение месяца, со дня опубликования на сайте подрядчик не принял действующих мер, не сократил сроки, то, соответственно, мы разрываем в одностороннем порядке и мы имеем право заключить договор со второй организацией, которая участвовала в торгах. Так что фирма рискует потерять и заказ, и репутацию. Кстати, пока мы снимали, встретили на стройплощадке человека, который на камеру общаться отказался. Но он и живет в Заринске, и сам участвует в реконструкции моста. То есть, как никто заинтересован в том, чтобы работы велись качественно, говорит, строят неплохо. А вот успеют ли? Андрей Дриер, Андрей Печоркин. День с толком.